здравствуйте сегодня мы продолжаем цикл лекции по медицинской психологии тема сегодняшней лекции психогенные заболевания неврозы прежде чем перейти к лекции мне захотелось задать вам несколько вводных вопросов невроз имеет наследственную предисположенность и кто лечит невроз невролог психиатр или психотерапевт я думаю вы не затруднились ответить на эти вопросы но кто затруднился я думаю найдет ответ на протяжении нашей лекции а начнем ее с понятия стресс стресс это не специфическое аномальное состояние когда возникает как реакция на любые события с которыми человеку трудно или невозможно справиться психическая травма это жизненное событие затрагивающие значимые стороны существования человека и приводящие глубоким психологическим переживаниям то есть эмоционально значимое событие связано с негативными переживаниями психогенные заболевания это группа заболевания возникающего ответ на воздействие психической травмы или стресса при воздействии сильной психической травмы возникают реактивные психозы меньше по силе но длительное психогенное воздействие вызывает невроза давайте проследим что же может сделать психическая травма то есть если она одномоментная сильная то есть стихийные бедствия наводнение землетрясение пожар может быть шоковая реакция в виде ступора или панических атак под острая психическая травма которая бывает не настолько сильная и не настолько длительная то есть это смесь близкого человека квартирная кража угон автомобиля супружеская измена она привал приводит к реактивным психозом то есть депрессии галлюцинозу параноидом и слабая но длительная психотравма то есть неприятности на работе неприятности в семье хроническое истощение при заболевании хроническом она приводит к неврозам то есть который делится на неврастению истерический невроз и невроз навязчивых состояний давайте проследим как же происходит патогенез этих психогений то есть если имеется глубокий психологический конфликт который возникает из-за продолжительной невротической ситуации то есть в виде стресса если этот стресс положиться на преморбидную структуру личности которая сбалансирована то может быть обратной реакции происходит вытеснение если же имеются особенности преморбидной структуры личности которые имеют всякие осложнения то состояние психологической защиты может привести к определенным психологической проблемам то есть это может быть или кратковременная невротическая реакция или определенная форма невроза а если все-таки состояние психологической защиты будет слабое и конфликт будет неразрешимой тогда естественно у нас состояние перейдет в невротическое развитие личности так что же такое невроз невроз это психогенная то есть принципиально обратимое функциональное личностное расстройство проявляющиеся преимущества эмоциональными нарушениями нарушениями поведения и нарушениями нервегетативной регуляции внутренних органов то есть происходит срыв деятельности головного мозга без каких-либо признаков его анатомического повреждения то есть подчеркиваю еще раз анатомических морфо-функциональных изменений веществе головного мозга при неврозе не выявляется и теологии невроза невроз является следствием неразрушения разрешимого внутри личностного мотивационного конфликта при недостаточной эффективности механизм психологической защиты невроз является следствием неудач фрустрации и межличностных столкновений и с того же времени нередко служит их причиной что же такое фрустрация это тщетное ожидание или расстройство замысла это психическое состояние возникающие в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей то есть ситуация несоответствие желаний имеющиеся возможности эпидемиологии невроза распространена с неврозов от 27 5 до 88 5 процентов в общей структуре неврологической заболеваемости доходит до 20 процентов в основном встречается у молодого возраста чаще у женщин и у детей они у них протекают тяжелее фатоморфоз клинической картины складывается следующего последнее время уменьшается частота классических форм невроза увеличивается число неврозов со сложными вегетовесцеральными нарушениями то есть нарушениями сердечной деятельности дыханием двигательные желудочно-кишечные расстройства синдром нервы анорексии профессиональной дискинезии сексуальные нарушения и головные боли предрасполагающим фактором к развитию невроза является первое это биологические факторы то есть биологическая функциональная недостаточность нейромедиаторных систем наследственность конституция беременности роды генетическая предрасположенность к развитию определенных черт личности избирательной непереносимости некоторых воздействий генетический контроль за формированием нейрофизиологических функций то есть тогда когда уже генетически уже в пубертатном возрасте происходит закладка к определенному формированию нейрофизиологических способностей коры и последнее перинатальные факторы то есть осложнение беременности у матери больного патологические роды всевозможные инфекции у матери во время беременности психологические факторы предрасполагающим фактором психологическим относятся особенности личности то есть преморбидные наследства конституциональной особенности личности детские психогении то есть тогда когда детском возрасте была какая-нибудь психотравма то она потом дальше может отложиться и вывести каким-либо патологиям неврозом внешне средовые факторы то есть условия созревания воспитания взаимоотношения социум уровень притязания социально-психологические то есть родительская семья где происходила закладка характера данного пациента социально-культурные то есть образование пациентом его профессия социально-экономические то есть каких экономических социальных условиях развивалась данная личность и психотравмирующие ситуации их актуальность и длительность у павлова неврозы имеет следующие три категории первое это длительное нарушение нервной деятельности вызванные перенапряжением нервных процессов кори и полушарий головного мозга действия неадекватных по силе и длительности внешних раздражителей психогенного возникновения срыва высшей нервной деятельности намечается граница между неврозами и обратимыми расстройствами непсихогенной природы и последнее связь клинических форм невроза с типами высшей нервной деятельности позволяет рассматривать классификацию неврозов не только с клинической но и с патофизиологической точки зрения то есть рассматриваем со стороны генетики когда мы говорим о генетической предрасположенности то мы должны обратиться к такому понятию как алекситимическая личность алекситимия а происходит от греческого слова а отрицание и лексус это слово то есть затруднение передачи словесном описание своего состояния включает следующие особенности то есть это люди которые затрудняют в определении описание своей патологии то есть собственных эмоций и эмоций других людей затрудняется в различных в различные эмоции и телесных ощущениях они не могут передать свои эмоции и телесные ощущения у них снижена способность символизации в частности к фантазии они не могут фокусить они фокусируются преимущественно на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям они склонны конкретному утилитарному логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций именно алекситимические личности могут быть в преморбите невроза клиника невроза общие черты невроза это эмоциональные расстройства то есть тревога остыния страх депрессия фобия навязчивое состояние сама то вегетативные расстройства хронические болевые синдромы псевдоневрологические расстройства то есть тогда когда больной жалуются на всевозможные неврологические проявления но объективно найти их невозможно и нарушение сна объективное то есть при всякой клинике невроза субъективное всегда доминирует над объективным то есть больной предъявляет много жалоб субъективно но объективно мы подтверждением найти не можем критериями для постановки диагноза невроз является ведущая роль психогенных факторов возникновения и декомпенсации болезненных проявлений срыв высшей нервной деятельности без анатомических повреждений функциональный то есть обратимый характер психических расстройств преобладание эмоциональных и саматовегетативных расстройств отсутствие психотических симптомов то есть слабоумие нарастающие изменения личности бредом галлюцинации и суицидом эгоистонический мучительный характер психопатологических проявлений с явлением истощаемости раздражительной слабости с утомляемостью и медленным восстановлением сил сохранение критического отношения к своему состоянию классификация неврозов делится первое неврастения тревожно-фобические невротические расстройства невроз навязчивых состояний истерический невроз и самотоформный невроз неврастения чаще всего встречается счастья при неврозах выражено ослабление нервной системы в результате перенапряжения раздражительного или тормозного процесса либо их подвижности основные симптомы повышена утомляемость и истощаемость снижение продуктивности частая смена настроения агидония то есть неумение радоваться и тоска невозможно сосредоточиться внимание ослабленным больные раздражительные подавлены чрезмерное и быстрое истощение эмоциональных реакций и самое главное вегетативные нарушения то есть больные жалуются на головную и сердечную боль нарушение функции желудка диспепсические расстройства нарушение сна нарушение половой функции снижается острота сексуальных нарушений стадия неврастения начальная характеризуется нарушением активного торможения проявляется раздражительность и возбудимость то есть это гиперстеническая неврастения промежуточная при появлении лоббильности возбудительного процесса преобладает раздражительная слабость и гиперстенической неврастения это при развитии охранительного торможения преобладает слабость и истощаемость вялость апатия повышенная сонливость и понижение настроения. Что нужно делать? То есть как мы лечим неврастению? Первое – это упорядочить режим труда, сна и отдыха. Устранить причины эмоционального напряжения. Общеукрепляющие средства, то есть витаминотерапия, обязательно должно быть полноценное питание, богатое легкоусвояемыми углеводами, стимулирующая физиотерапия, то есть массажи, электрофорезы, рациональная психотерапия, то есть психотерапевт обязательно в начальных стадиях и до конца полного излечения неврастения должен проводить рациональную психотерапию. При неадекватности проведенной терапии можем добавить антидепрессанты СИОЗы, то есть селективный ингипитер обратного захвата серотонина и при необходимости транквилизаторы. Тревожнофобические расстройства характеризуются эффектом страха, свободно плавающей тревоги, сфокусированной когнитивной обработке, то есть больные постоянно думают и говорят только о каких-то страхах, которые у него преобладают. Страх этот и рационализированный, то есть он преобладает и практически больные ничем не могут заниматься, они думают только о какой-либо проблеме, которая его беспокоит. Они избегают беспокоящих его ситуаций, они сосредоточены только лишь на своем заболевании. Они чаще всего, у них бывает страх какого-либо соматического заболевания, то есть у нас азофобия. Чаще всего это бывает боязнь инсульта, инфаркта, рака. Страх закрытого пространства, клаустрофобия и психовегетативные реакции, то есть проблема сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Панические расстройства. Диагностическим критериям присущие паники это головокружение, слабость, сердцебиение, тахикардия, потоотделение, тошнота, дискомфорт в желудке, танотофобия, страх смерти и монитофобия, страх сойти с ума. То есть приступы паники могут возникать на фоне полного здоровья, больной мечется, требует вызвать врача, вызвать скорую помощь. Он жалуется на то, что у него сейчас резко поднимется давление и он может умереть. При появлении врача он сам может успокоиться и давление само по себе может пройти. Агорофобия. Любые страхи ситуационно связаны с открытым пространством, возникающим в ответ на приступы паники. Никогда не возникает предпредшествующих панических приступов. То есть тогда, когда больному бывает плохо, он постоянно требует, чтобы вокруг него кто-нибудь находился. Он один находиться не может. Лечение тревожнофобических расстройств связано первое с устранением психотравмирующей ситуации. То есть нужно рациональную психотерапию провести или же гипноз и рационализировать ту ситуацию, в которой он находится. Общеукрепляющая терапия, то есть витамины. Дальше физиотерапия. Психофармакологическая терапия в основном сосредоточивается на транквилизаторах и нейролептиках, только атипичных. Истерия или конверсионное расстройство. Раньше истерия шла как нозологическая единица. В настоящее время в МКБ-10 слова истерия и диагноза нет. Сейчас в МКБ-10 имеется истерическое расстройство личности или конверсионное расстройство, то есть расстройство личности истерического типа или истерическая психопатия. Это расстройство личности, характеризующееся самодраматизацией, театральностью, эгоцентризмом, эмоциональной лоббильностью, преувеличенным выражением эмоций, стремлением к нахождению в центре внимания и чрезмерной озабоченностью физической привлекательностью. К проявлением истерии относились демонстративные эмоциональные реакции, то есть слезы, смех, крики, судороги, параличи, потерю чувствительности, глухоту, слепоту, помрачение сознания, повышенную сексуальную активность. Но всегда это бывает демонстративно, только после какой-то обязательно психотравмирующей ситуации, на которую пациенты дают соответствующую реакцию. Клиническая картина истерического невроза складывается, она бывает очень пестрая, полиморфная, изменчивая, но складывается из моторных, сенсорных и вегетативно-вестеральных нарушений. То есть моторные проявления могут быть в виде судорожных подзергиваний, вздрагиваний, больные могут производить всевозможные хаотичные движения, сенсорные, то есть они могут говорить о том, что у них рука перестала чувствовать, что они не видят, что они не слышат и всегда сопровождаются вегетативно-вестеральным проявлениями, то есть сердцебиением, тошнотой, изжогой. Клиника же истерического невроза с психическими нарушениями – это истерическое сумеречное помрачение сознания, синдром Ганзера, псевдодеменция, пуэрелизм, истерические фуки и амбулаторные автоматизмы. Клиника истерического невроза пациента представляет себя тяжело больными, несчастными и глубоко вживающими созданный ими образ. Иногда достаточно случайно неприятной мелкой семейной ссоры, незначительного служебного конфликта, чтобы больной начал горько рыдать, приглянуть всех и все, угрожать, покончить с собой. Истерическая реакция начинает обычно тогда, когда больному необходимо добиться чего-либо от окружающих или наоборот, избавиться от их якобы несправедливых или попросту нежелательных требований. Эти реакции могут проявляться безудержными слезами, обмороками, жалобой на головокружение и тошноту, рвотой, с судорожными сведениями пальцев рук, а в целом симптомами почти любой болезни, известной данному человеку. Может возникнуть мнимый паралич, глухота, исчезнуть голос, но при всем этом истерический приступ нельзя считать симуляцией. То есть эти больные это делают неосознанно. Они чаще всего возникают помимо желания человека и заставляют сильно физически и морально страдать от него самого. Поэтому ругать больного в это время его не нужно. Лечение истерического невроза складывается из устранения психотравмирующего фактора, рациональной психотерапии, транквилизаторов и антидепрессантов, общую крепляющей и витаминной терапии, а также из физиолечения. Обсессивные расстройства или иначе мы их называем неврозом навязчивости. Обсессии. Повторяющиеся, навязчивые, неконтролируемые, иррациональные мысли, идеи, побуждения, ощущения, которые являются чуждыми личности и при попытке сопротивляться им вызывают тревогу. Больным характерен максимализм. Потеряв основную цель, они застревают на деталях. Появляется умственная жвачка и психовегетативные реакции. Компульсивные расстройства. Компульсии. Действия, совершаемые в ответ на обсессию. Возникает вторично, как реализация обсессии. То есть после навязчивых мыслей появляются такие действия в виде самоповреждения, пиромонии, клиптомонии, то есть страсть к поджогам или к воровству ненужных предметов. Страсть к азартным играм. Навязчивое поведение порядка. То есть пациенты сами понимают, что они делают неправильно. У них есть соответствующая критика, но они постоянно соблюдают и взят порядок дома. Навязчивое мытье рук. То есть больные могут до 100-150 раз в день мыть руки, вплоть до того, что у них появляется сухость кожных покровов. При этом человек хорошо понимает нелогичность своих действий и мыслей. Критика к себе сохранена, но он не может избавиться от этих компульсивных действий. Самотоформный невроз или органный невроз. Это функциональное расстройство внутренних органов и систем, в генезе которых лежит дисфункция центральных вегетативных структур. То есть появляется сердцебиение, одышка, дрожь, предобморочное состояние, частые позывы к мочеиспусканию, боль в эпигастре, в области сердца, вздутие живота, отрыжка, запоры, головокружение, кожные проявления. Для дополнительных методов исследования при энцефалографии, при электроэнцефалографии, при изофагогастродуоденоскопии патологии у больного не выявляется. Субъективные и объективные не соответствуют друг другу и обязательно сопровождаются тревогой, страхом, снижением настроения и нарушением сна. Общие принципы лечения неврозов. То есть первое – это устранение психотравмирующей ситуации. То есть психотерапевт должен провести рациональную психотерапию. Он должен рационализировать ту ситуацию, в которой данный больной находится. Дальше необходимо провести общие употребляющие терапии, то есть можно дать наотропы, витамины. Также необходима физиотерапия в виде массажа, электрофореза, лечебной физкультуры и психофармакологическая терапия – это транквилизаторы и нейролептики. У кого же лечатся больные с неврозом? То есть образы мы можем разделить на легкие, умеренные и тяжелые. То есть легкие невротические или психогенные состояния в основном лечатся у неврологов 28%, терапевты занимают 38% этих больных и врачи общего профиля – 20%. А в основном, тогда, когда уже появляются более тяжелые проявления, тогда уже они обращаются к психиатрам, тогда, когда появляются психотические расстройства или уже появляются эндогенные проявления. То есть чаще всего они лечатся в амбулаторной психиатрии около 10%, а в психодиспансерах они доходят 3%, и психиатрическая клиника их лечит до 1%. В общей сложности получается, что, несмотря на то, что неврозы относятся к рубрике психиатрии, то практически 96% больных, 86% больных лечатся у непрофильных специалистов, и только лишь 14% лечатся у психиатров. То есть, еще раз повторяю, что для того, чтобы лечить неврозы, нужно устранить психотравмирующую ситуацию, рационализировать психотерапию, сделать гипноз, сделать общую укрепляющую терапию, физиотерапию и проводить антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики. Профилактика невроза. То есть нужно соблюдать психологическую защиту личности. Первое. Рационализация ситуации. Какая бы ситуация ни была, если пациент сам не может разобраться с собой, ему необходимо, чтобы был психолог, который смог бы рационализировать ту ситуацию, из которой он может выйти. Дальше. Пациенту надо научить гибкости линии поведения. И самое основное, чтобы чем больше развит кругозор у пациента, тем легче проводить ему рациональную, рационализацию ситуации и проводить ему психотерапию. А также необходимо, чтобы был физиологический сон. То есть ночной сон должен составлять не менее 8 часов. Спасибо за внимание. А закончить лекцию я бы хотела словами невролога и психиата Лурии. Нет никаких только психических и только соматических болезней, а имеется лишь живой процесс в живом организме. Жизнь с его и состоит именно в том, что он объединяет в себе психическую и соматическую сторону болезни. Продолжение следует... Продолжение следует...